Насколько качественно выполняются работы по вывозу мусора в Советском? Специальная комиссия проверила площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов и то, как подрядчик исполняет взятые на себя обязательства. На качество вывоза мусора жители жалуются не только в социальных сетях. Сегодня у них была возможность высказать претензии непосредственно специалистам, выехавшим с проверкой. Я благоустраиваю себя. Ничего толку. Помойка у меня всё на сматку. Вы представляете, сколько надо денег, чтобы меня сейчас организовали? Сегодня вывозом мусора занимается компания, которая недавно выиграла конкурс. Подрядчик обслуживает около 400 площадок. Более половины из них – жилой фонд. Ежедневно на полигон вывозится около 50 тонн твёрдых бытовых отходов. Вывоз мусора производится согласно графику заключённого в договоре с Югра экологии с 7 утра до 23 вечера. Конкретно по городу Советскому у нас задействовано 3 мусоровоза с боковой загрузкой. Работают ежедневно на трёх маршрутах. Два бункеровоза – это под 8-ми кубовые бункера рассчитаны. Также работают ежедневно. Однако не всегда площадки в городе в идеальном состоянии. Самой проблемной на сегодняшний день является место для сбора крупногабаритного мусора по Киевской, которое не всегда используется жителями по назначению. Сюда везут и бытовые, и строительные отходы. Поэтому она превратилась в несанкционированную свалку прямо в центре города. Принято решение привезти площадку для крупногабаритного мусора по улице Киевской в удовлетворительное состояние, закрепить человека, который будет отвечать за складирование отходов, предназначенных для размещения именно на данной площадке накопления. Вместе с тем проблемы со складированием мусора существуют не только здесь. Зачастую сами жители превращают площадки для сбора ТКО в свалки, оставляя отходы рядом с баками. Проблемных точек на территории городского поселения Советского много. В основном это частный сектор. Улица Островская, Вакунистическая самая проблемная, потому что жители несут строительный мусор, несут ТКО, всё это размещается вокруг контейнера площадки. Чтобы как-то повлиять на ситуацию к тем, кто использует площадки для сбора мусора не по назначению, будет применяться административная ответственность в виде штрафа.